Этот салат называют чафан, ромашка, а мы называем его козёл в огороде. Так он ещё назывался с советских времён. А почему? Потому что все знают, если запустить козла в огород, что в огороде получается. Ну да, всё перетопчет. Поэтому и этот салат подаётся на стол вот в таком виде. Но перед тем, как его уже кушать, его перемешивают. Для начала я подготовлю все продукты и начну я с мяса. Я сегодня салат буду делать с куриной грудкой. Можно взять индейку или говядину. Нарезать на вот такие тоненькие полоски, примерно вот такие. Количество ингредиентов в этом салате не имеет никакого значения. Потому что можно взять 100 грамм мяса, а можно взять и 200 грамм. Это зависит от того, сколько салата вы будете готовить. Мясо нужно замариновать. Немного его посолить, поперчить и добавить уксус. Уксус у меня 25-процентный, поэтому я вот так вот неполную чайную ложечку возьму. Этого будет достаточно. Перемешать и отставить в сторонку. Пока мясо маринуется, займусь овощами. Капусту порезать тонкой соломкой. Совсем слегка её вот так помять. Совсем чуть-чуть. Морковь натереть на корейской тёрке. На ней же натереть свеклу. Огурец нарезать соломкой. И картофель также натереть на корейской тёрке. После чего хорошо промыть в холодной воде. И откинуть на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. В сковороду наливаю немного растительного масла. Дам разогреться. Опускаю замаринованное мясо и обжариваю до золотистой корочки. Перекладываю мясо на бумажное полотенце, чтобы лишний жир впитался. Пережаривать мясо не нужно, оно будет жёстким. И последним обжариваю картофель. Также выкладываю картофель, готовый уже на бумажное полотенце. Пережаривать картофель не нужно. Можно собирать салатик. По центру я выкладываю обжаренное мясо. Овощи. Можно немного перемешать. Можно немного посолить, кроме огурцов. Огурцы солить не буду, потому что они очень быстро дадут сок. Ну и мясо я солить, конечно же, не буду, потому что мясо тоже уже солёное. К майонезу добавить чеснок раздавленный. Всё хорошо перемешать. И я его буду добавлять к салату. Майонез я вот так вот выкладываю между овощами. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А на сегодня я прощаюсь с вами. Желаю вам приятного аппетита. До новых встреч. Пока!